Светильник для аварийного освещения В помещении нашей лаборатории Аварийное освещение Аварийное эвакуационное освещение Это дополнительное освещение Которое должно включаться при отключении Электроснабжения или выхода Из строя основного рабочего освещения Оно необходимо Для обеспечения безопасных условий Эвакуации людей из здания Сюда входит освещение путей эвакуации Коридоры, лестничные проемы Выходы В итоге с инспектором Мы пришли к единому мнению И остановили свой выбор На автономном светодиодном Светильнике И остановили свой выбор На автономном светодиодном светильнике От компании EKF серии ELP57A LED В комплект поставки входит Светильник Непосредственно Питающий провод с вилкой Длиной 0,7 метров Провод находится Спрятан за этой В любую сторону Его В паз ложим И защелкиваем Питающий провод Монтажный комплект И соответственно паспорт Основные технические характеристики Светильника ELP LED От компании EKF Напряжение питания 220-240 В Мощность светильника 3,5 В Мощность светильника 3,5 В Мощность светильника В режиме заряда Составляет 15 В Мощность светильника В режиме заряда С включенным освещением 18 В Дальше я объясню Что такое режим заряда Режим заряда С включенным освещением Количество светодиодов, я уже говорил, их 57 штук. Вот они располагаются на печатной плате. Световой поток светильника составляет 390 люминов. Цветовая температура 4000 кельвина, то есть белый свет. Заявленный срок службы 30 000 часов. Степень защиты IP20. Диапазон рабочих температур от 0 до плюс 40 градусов. Масса светильника составляет всего 1,5 килограмма. Гарантия на него 2 года. Хорошая гарантия. При исчезновении питающего напряжения, светильник работает от встроенного литий-ионного аккумулятора на протяжении 3 часов. Я вам показывал, где находится аккумулятор. Согласно своду правил 52.13.330, в пункте 7.106 говорится, что время аварийного освещения должно составлять не меньше 1 часа. То есть продолжительность работы аварийного освещения пути эвакуации должна быть не менее 1 часа. Данный светильник работает от аккумулятора на протяжении 3 часов. То есть с запасом почти в 3 раза по продолжительности. У данного светильника имеются два режима работы. Первый режим работы АС-ДС. Он называется режим постоянного действия. То есть постоянной работы светильника. И режим ДС. Непостоянного действия. Сейчас рассмотрим каждый режим работы светильника в отдельности. Выбор режима светильника осуществляется с помощью переключателя на боковой панели. Вот светильник, вот переключатель. Вот АС-ДС, вот ДС. И положение выключено. В режиме AC-DC светильник находится постоянно включенным. Вот он горит. Вот включим режим AC-DC. Так вот выключен, вот включен. Также горит индикатор заряд. То есть встроенный аккумулятор находится на подзарядке. При исчезновении питающего напряжения или снижении питающего напряжения Светильник автоматически перейдет на питание от встроенного аккумулятора. Светодиоды при этом продолжат гореть. Вот смотрите, отключаю его, как бы имитирую исчезновение напряжения. Вот так светильник работает в рабочем режиме. Отключаю. Сейчас светильник работает от встроенного аккумулятора. Так, теперь осмотрим второй режим работы светильника. Режим работы DC. Так, включаем переключатель, вставим в режим DC. В режиме DC светильник находится в выключенном состоянии. Но с постоянным зарядом аккумулятора. Грит, индикатор, заряд. При исчезновении или снижении напряжения сети Светильник автоматически включится. Давайте проверим. Опять же, вот имитируем исчезновение напряжения в сети. Оп. То есть светильник загорелся. Светильник включился. Давайте еще раз. Имитируем исчезновение напряжения или его снижение. То есть, вот, отключаю вилку из розетки. Оп. Светильник загорается. Для проверки работоспособности светильника во время эксплуатации имеется кнопка тест. Вот он. Красным цветом обозначено. Уписано тест. Устанавливаем переключатель в режим MC-DC. После этого сразу уже загорятся светодиоды. Нажимаем кнопку тест. При этом ничего не изменится. Светодиоды будут продолжать гореть. Затем устанавливаем переключатель режима работы в положении DC. Светодиоды гореть не должны. Нажимаем кнопку тест. При этом должны загореться светодиоды. Смотрим. Загорается. То есть, отсюда делаем вывод, что светильник исправен. Проводить проверку светильника необходимо не реже одного раза в месяц. Давайте разберем светильник и посмотрим его устройство. Чтобы добраться до уплаты светодиодов, нужно открутить два шурупа. Затем отстегнул защёлки на плате светодиодов. И здесь открылся доступ непосредственно к самой плате. Это два питающих провода. Выходят с драйвера. Это три дорожки. То есть, как видно, все светодиоды подключены параллельно. То есть, вот они идут. Вот светодиод, вот светодиод, вот светодиод, вот светодиод. Переход между каждой платой осуществляется с помощью перемычек. Красный плюс, черный минус. Чтобы добраться до схемы драйвера и вообще схемы этого светильника, нужно снять заднюю крышку. Она крепится на десяти шурупах. Так, вот это у нас питающий кабель. То есть, вилочка приходит непосредственно на схему. Здесь же установлен аккумулятор. Его емкость составляет 2000 мАч. Напряжение 3,7 В. Так, вот, 3,7 В. Максимальное время зарядки аккумулятора составляет 12 часов. Перед первым включением зарядки аккумулятора должна... Перед первым включением светильника зарядка аккумулятора должна составлять по времени не менее суток. Для предотвращения и уменьшения срока службы аккумулятора и снижения его емкости, необходимо один раз в полгода производить полный цикл его заряда и заряда. Заряда и разряда. Ну вот, провода, идущие от аккумулятора, они подключаются сюда же в схему. То есть, в соответствии... А это вот два провода, они уходят уже на плату светодиодов. Этот светильник можно использовать не только как стационарный, но и в качестве переносного светильника. У него имеется специальная выдвижная ручка с торца. То есть, вот она как-то выдвигается. И вы его спокойно берете в руки. Вот, выдвижная ручка. Также у него имеется опора для вертикальной установки. То есть, вот опора. Вот опора для вертикальной установки светильника. На этом я заканчиваю свое видео. Будут вопросы, пишите мне. Пишите на почту. Оставляйте комментарии, как на канале YouTube, так и на сайте Заметки Электрика. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.